Использованные тетрадки, старые книжки под раздачу конкурса «Спасти Грута» попало больше 25 мешков макулатуры от 36 классов сельского поселения Кантышева. В обмен на газеты, тетради и прочую макулатуру школьники получают не книги, а совсем другие подарки – поход на каток, в кино или новый проектор для класса. Тандила Олигова уже с нетерпением ждет презента – вырваться с одноклассниками в кинотеатр и хорошо провести время на один день, забыв об учебе. Лучше подарка и не придумать. Думаю, что собрать макулатуру – это очень важно, потому что, когда мы собираем макулатуру, мы спасаем природу. Один тонн макулатуры спасает около 30 деревьев. И когда нам предложили участвовать в макулатуре, мы с удовольствием, с радостью приняли участие в конкурсе для того, чтобы спасти нашу природу и деревья. Юные экологи даже не представляют, какую огромную лепту они вносят своим трудом в защиту окружающей среды. Более 1300 килограммов макулатуры – цифра впечатляющая, но им удалось это сделать благодаря общим усилиям. Зарема Цироева, как педагог, отмечает, с каким рвением участвовали дети. Переработка имеющихся бумажных отходов является наилучшим решением для спасения природы. Также все мы знаем, что для создания бумаги необходимо осуществить вырубку леса. И вот собранная часть макулатуры спасает несколько десятков деревьев. Эту информацию дети быстро подхватили, вдохновились, начали поносить из дому журналы, газеты, тетрадки. Экологический проект с говорящим названием «Спасти Грута» в школах региона стартовал еще в прошлом году. Он проходит в шесть этапов. Если в первой конкурсной волне приняли участие пять школ, то в этом году их больше. Адам Мальсагов, которому и принадлежит эта идея, ставил целью повысить экологическую грамотность подростков, привить культуру раздельного сбора мусора через игровую форму и грамотную мотивацию. Общий сбор макулатуры на данный момент составляет более 88 тысяч килограмм. Учитывая, что сейчас пятый конкурс только на стадии реализации, и школы еще должны до 20 декабря собирать макулатуру, мы надеемся добить это число в этом году до 100 тысяч килограмм. Чтобы было понятнее, 100 тысяч килограмм – это равноценно 40 полностью заполненным грузовым газелем. То есть вот такой большой объем бумаги на данный момент смогли собрать наши школьники. Макулатура вот эта собрана, она будет отвезена туда в предприятие, и там будет специальное оборудование в станках, она будет запрессована. Через некоторое время при накоплении определенного количества, то есть 20 тонн, она будет отвезена в специальные такие большие чаны. Это там такой раствор, который гидроразбивателю, будут из него делать волокна. На томакулатуру ее можно до шести раз, то есть волокна целлюлозы. А потом уже они иссякают и приходится спановать. Но суть всего этого – это притормозить, замедлить вырубание деревьев. Иначе ни леса не останется. Присоединилась к акции и наша телерадиокомпания. Цифры, конечно, не такие впечатляющие, как у школьников – около 70 килограмм. Помочь продвижению полезного эко-конкурса также могут и в других организациях, отмечают организаторы. В планах следующим этапом охватить школы Сунжинского района. Хавагайзикова, Магомед Белакеев, Новости 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова